Совсем скоро франшизе ФНАФ стукнет 10 лет. 10 лет это буквально пол моей жизни. Когда появился ФНАФ, мне было 10 лет там сколько-то месяцев. Сейчас мне 20 и сколько-то там месяцев. Я не могу поверить в то, что я так долго увлекаюсь чем-то. Да, есть другие вещи, которыми я увлекаюсь с еще более глубокого детства, но почему-то именно ФНАФ мне настолько сильно засел в душу, что он смог даже каким-то образом повлиять на мою жизнь и повлиять на мое творчество. На протяжении 10 гребаных лет я рисую этот гребаный ФНАФ. Благодаря ФНАФу я раскрыла свой потенциал в некоторых, в нескольких областях, особенно в рисовании, опять-таки. Я просто рисовала то, что мне нравится. И постепенно мне хотелось рисовать все лучше и лучше, потому что у меня тогда был период, как раз-таки в 10-11 лет, когда мне казалось, что я рисую вообще хреново, никому это не нравится. И после того, как я начала выкладывать свои рисунки в социальные сети, делиться с людьми своим этим творчеством, я начала получать какую-то отдачу и я поняла то, что все мне так плохо и мне есть над чем работать. И постепенно я не боялась экспериментировать, рисовать что-то другое, использовать разные техники. В 2018 году я закончила художку успешно и на этом мое рисование не кончилось. Многие мои одноклассники с художки, кстати, вообще перестали рисовать и никак не связали свою жизнь с рисованием. А я вообще, несмотря на все изменения в моей жизни, мою работу, карьеру, поступление в университет, отчисление из университета, опять поступление в университет, продолжаю рисовать. Это круто, наверное. Я опять записываю этот ролик без сценария. У меня могут мысли уйти куда-то очень-очень далеко. Вообще видос не об этом, я хотела просто показать вам свой прогресс рисования, свои рисунки ФНАФ. Для этого ролика я приехала к своим родителям, к своей бабушке, чтобы достать эти кипы бумаг, на которых нарисован ФНАФ. Опять! Опять этот освежитель воздуха автоматический. Он уже почти в каждом моем видео. Специально его не убираю. Вот, эти кипы бумаг, на которых нарисован ФНАФ, начиная от 2014 года, заканчивая 2024-м, с собой в свою квартиру, в которой я сейчас живу. Я это все не забирала, потому что у меня квартира довольно-таки маленькая, такая студия. И хранить мне это особо негде, да, и смысла я не вижу это хранить. Сейчас, пусть лежит там, где лежала. Хотя бы, когда я приезжаю в свою старую комнату, какой-то вайб есть, что там еще что-то от меня осталось. Здесь вы видите мои самые первые рисунки ФНАФ, которые я рисовала в 10 лет. На тетрадных листочках, при помощи мелков. Рисовала я их тогда в пришкольном лагере. У меня просто бабушка в школе работала. И я поэтому ходила в этот пришкольный лагерь по приколу. Здесь я также буду приводить некоторые сравнения моих самых первых ранних работ с моими более поздними работами. Рисунок с Чикой я не помню, когда точно нарисовала. То ли в конце 2014-го, то ли в начале 2015-го. Самые мои ранние работы не подписаны никакими датами, к сожалению. Я просто помню, когда я их примерно рисовала. Типа рисунок с Бонни был в 2015-м. Еще какой-то рисунок был в 2015-м. А вот начиная с 2016-го, я уже начинала подписывать. Здесь уже прошел 2016-й год, когда вышел в Sister Location. И у меня появилась большая мотивация к рисованию. Я также буду показывать здесь не только рисунки ФНАФ. Еще всякие разные стилизованные работы в том числе. Как вы, наверное, смогли заметить, я тогда любила делать некие коллаборации с разными фэндомами. И еще на тот момент был популярный шиппинг в моем фэндоме. Я и Джереми Фиджеральд, типа охранник из ФНАФ 2, но только такой фанатский. Меня с ним шипперили, и мне даже какое-то время это нравилось. И я рисовала рисунки на эту тему, какой ужас. Ой, ну об этом рисунке с Бэйби я даже что-то говорить не хочу. Типа, what the fuck, что это за коллаборация такая? Бэйби Куин, Суисайд Скотт. Ой, а вот это вот, знаете, типичная лексика в 2016 году. Здрасте. Цветы и вентиляторы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На этом маленьком скетче я изобразила себя Джереми Фиджеральда. Винсента, который типа Вильям Афтон, только раньше его назвали Винсент. И три моей подружки с Америки, Андриана, Ханна и Ивани. Еще хотела прояснить один момент. Здесь не все рисунки у меня как бы на видео. Я их просто либо не нашла у себя где-то, либо просто лишний раз не стала копаться. Но они у меня были в телефоне в галерее, поэтому они будут просто такими вставочками, фотографиями. Это уже пошел 2017. В 2017 я много рисовала Селена Сивена, там еще и Бенди пошел. У меня там рисунки с Бенди начали появляться. Это пошел 2018 год. Честно говоря, когда я перебирала все эти рисунки, я была немного в шоке с тобой, насколько много рисунков я успела нарисовать в 2018. Типа, сколько у меня тогда было времени. В то время я также нарисовала очень много стилизованных работ, сделала много анимаций достаточно. Знаете, учитывая то, сколько времени они занимают, ну блин, я просто в шоке себя в 14 лет. Конечно, они не выглядят гиперреалистичными, но тогда у меня как бы и скилл был не такой. И в целом рисование карандашом подобных работ занимает много времени. А да, кстати, здесь еще есть рисунки, которые я делала специально для видосов. И, наверное, вы эти видосы помните. Начинаем просматривать работы с 2019. В тот период времени я делала очень много роликов на ютубе и особо на рисунках не фокусировалась. И также рисовала больше стилизованных работ. А эта работа довольно-таки крупная, нарисована вся карандашом. Кстати, все мои рисунки практически нарисованы карандашом, так, для справки. А да, кстати, я еще хочу показать некоторые свои работы, которые я делала в цифровом варианте. 2020 год. Продолжение следует... Этот рисунок я вообще дарила подруге. 2021 год. 22-й год. 23-й год. 23-й год. 24-й год. И моя самая последняя работа по ФНАФу. Фредди Фазбер, выполненные чисто акварелью. Здесь есть только совсем маленькие элементы, которые выполнены карандашом. За все это время, вот где-то начиная с 22-го года, я нарисовала не так много реалистичных работ. А я вообще, по своей сути, люблю рисовать в реализме. Типа, уделять много времени рисунку. Но этого времени у меня не было за последние годы, так как у меня была работа на новой должности и учебу в университете. И вы, наверное, смогли заметить, как у меня с каждым годом все меньше и меньше рисунков. Да, я, конечно, рисовала на самом деле много, но это были настолько маленькие миниатюрные скетчи, которые даже как бы особо работами не назовешь. Просто какие-то фигнюшки, которые я рисовала, когда появлялось время и когда я хотела отдыхать от более серьезных работ. Поэтому в качестве бонуса, я думаю, я вам покажу один из своих самых последних скетчбуков, который я начинала в конце прошлого года и по сей день в нем что-то еще рисую. За предыдущие годы также были всякие скетчбуки с маленькими рисуночками, но их я уже показывать не буду, потому что видеоролик тогда затянется на очень долго. Да и как бы я не очень хочу их показывать сейчас. Я думаю то, что как-нибудь я просто часть выложу в свой телеграм-канал. Этот скетчбук мне закастомила моя подруга из Бурятии, за что ей большое спасибо, он мне очень нравится. Он такой мой походный скетчбук, который я частенько куда-то с собой ношу. И, о вау, смотрите, у меня появился новый демонстрационный коврик, которых у меня сейчас вообще три. В этом скетчбуке я в основном скетчу Лешу, себя, какие-то маленькие эпизоды из своей жизни. Еще здесь есть раскадровки к одной из моих анимаций и к одной анимации, которую я так и не решила здесь доделывать. Также есть всякий став по моему проекту Мир Чудаков. Мир Чудаков. Мир Чудаков. Мир Чудаков. Субтитры сделал DimaTorzok Делайте что хотите, всем пока!